Уважаемые друзья, сегодня мы с вами сделаем вот такого замечательного зайку. Это зайка игрушка, зайчик на пальчик. Такого зайчика делала мама своим маленьким деткам и уходя на работу надевала такого зайчика ребятишкам на пальчик. А поскольку такого зайку мама делала из лоскута своей старой одежды, ребенок вокруг себя ощущал заботу и тепло мамы. Почему именно зайку выбирали? Потому что из всех лесных жителей мы знаем, что у зайки добрый, ласковый нрав, а также он чуть-чуть пуглив, как и наши детки. Итак, для того, чтобы нам сделать такого зайку на пальчик, нам необходимы с вами следующие материалы. Для того, чтобы нам сделать такого зайку, нам необходимы с вами следующие материалы. Прямоугольный кусочек ткани 6 на 7 сантиметров, длинная полоска ткани 28 на 6 сантиметров, утепляющий материал синтепон, может быть вата, лоскутик цветной ткани маленький, ниточка или тонкая тесемочка, а также нитки для скручивания нашего зайки. Из инструментов нам необходимы с вами будут ножницы. Итак, мы начинаем. Мы сейчас берем маленький прямоугольник ткани и начинаем сворачивать трубочку. Вот таким вот образом. Берем цветные прочные ниточки, отступаем небольшое расстояние, примерно 0,5 сантиметров, делаем 3 оборота и завязываем 3 узелочка. Концы нити срезаем и с противоположной стороны делаем точно так же. 3 оборота и 3 узелочка. Верхние лапки у нас с вами готовы. Сейчас мы берем с вами длинную деталь и начинаем по длинному срезу ее сгибать на 1 треть. Отогнули, пальчиками прижали в противоположную сторону точно так же. Затем установили пальчик по центру, а второй рукой мы соединяем с вами ушки. Дальше отступили примерно 2 пальчика и длинной нитью от центра, от середины нити мы начинаем с вами точно так же делать 3 оборота и завязывать 3 узелочка и 3 узелочек. Нитки срезать не нужно, они нам нужны для дальнейшей работы. Смотрите, что у нас получилось. У нас получились с вами нижние лапочки. Мы сейчас отгибаем ушко вниз, вставляем наши лапочки. Снова назад отгибаем ушко. И вот. И обращаем внимание на то, чтобы у нас ручки были одинаковые. Значит, на спинке у нас с вами два конца нити. Одним концом мы снизу вверх делаем. И второй конец ниточки снизу вверх по другую ручку. Этим же концом мы вокруг ручек оборачиваем. Вот таким вот движением. Несколько раз. И второй ниточкой мы точно так же у основания ручек. Таким способом у нас с вами получается. Есть нижние лапочки, есть верхние лапочки зайки. И останется нам сделать с вами голову. Завязываем 3 узелочка. Вот сейчас ниточки можно срезать. Оставляю 1-2 мм. Останется нам сделать с вами голову. Мы берем синтепон или утепляющий любой материал. Растеребим его. И скатаем комочек. Отгибаем ушки. И вот этот вот шарик мы вставляем в ушки. Вот таким вот способом. То есть мы должны наш синтепон спрятать. Чтобы он у нас не торчал. И вторым ушком мы с вами его прикрываем. Так. Берем снова ниточку. И перевязываем. Тоже 3 оборота и 3 узелочка. Итак, наш зайка готов. Можно его надеть на пальчик. А еще его можно нарядить. Давайте мы с вами повяжем фарточек и поясочек. Каким способом? Мы берем цветную полосочку ткани. Можно использовать широкую тесьму. Выворотным способом. Закрепили. У основания нижних лапочек. И с помощью цветной веревочки. Мы с вами вот так вот его. Оборачиваем. И завязываем. На узелочек. Отгибаем. И у нас такой нарядный зайка получился. Ниточки можно подрезать вровень. Вот. Такой симпатичный зайка у нас с вами получился. Зайка серенький сидит и ушами шевелит. Ну-ка, зайка, поскочи. Серой лапкой постучи. Ты на травку упади. Полежи и отдохни. Отдохнул? Опять вставай. Снова прыгать начинай. Приятного просмотра и творческих успехов. Вставай. Продолжение следует...